Всем спиздур, с вами Ледяной, и сегодня у нас будет небольшой выпуск, в котором мы будем обозревать, ну, разговаривать скорее, о новинках сферного отдела, о которых я узнал благодаря Константину. Кость, привет, спасибо, как-то это все ровешь, я не знаю. Официальной информации от производителя особо громкой не было, но, тем не менее, Константин все нашел, скинул ссылочки, посмотрели, решили, даже одну приставку он купил себе, и поподробнее начинаем. В общем, в хике DNS вышла очередная консоль Dexp, Dexp, как-то она называется, Retro Game, или какая-то там такая, в общем, вот такая консолька, цена у нее зашкаливает 4600 рублей. По джойстикам я сразу понял, что это какой-то клон датафрога или что-то такого, за 4600 имеется у нас HDMI, имеется слот для картриджей, но проводные джои к ней не подключить, то есть только беспроводные. Странное решение. В общем, Константин даже купил эту приставочку, в общем, вот что он о ней думает. Я сразу как-то понимал, что вроде бы она на чипе 6803, как пишут, но если она без проводных джоев, то за какие деньги это хлам, и обозревать мы это даже не будем, все понятно. Следующим этапом у нас идет компания New Game, которая в очередной раз, на этот раз без каких-то громких, так сказать, рекламных акций, выкатила три консольки. Это у нас консолька Dengie, вот такая вот, очередной перепак, насколько я перепак, я не знаю, кого это Dengie, ну, вероятно, Kinga, не знаю, там есть игры для пистолета на ЖК или нет, вот эти Roma. В общем, со встроенными играми Dengie в корпусе маленькой Сеги, с джойстиками, как от Сеги, выход под кабель ТВ, как от Сеги, но это Dengie. Сзади присутствуют как будто бы переключатели регионов. Какие регионы на Dengie, блин, ну, если это переключатель по ЛНТС, вряд ли за эти деньги он там будет, когда даже в Сегу до сих пор двухкварцевую эти конторы не сделали. Ну, точно, вот в районе трёх тысяч рублей она на зоне висит, брать её абсолютно неинтересно, не хочется. Следующая приставочка это Mega Drive 252. Это всё очень просто, это ребрендинг, который был до этого, как-то у них Mega Drive Lead вот этот, да, или до этого ещё был Mega Drive, который вот Dranco Precorn мне переделывал. 252 игры именно, по-моему, там было. Вот, и... Ну, тут вообще, кроме корпуса ничего неинтересного. Да, это уже вот как Sega Type-C была, собственно, вот такой же корпус, только эта моделька без Type-C. Тут уже у нас 9-вольтовый блок питания, но, насколько мы знаем, производитель ничто не останавливает, 9 вольт пускать на каплю. Так что, тоже MIMO, просто хороший корпус, но за эти деньги покупать ради корпуса, только чтобы мою, даже вот приставочку вот эту, которую Sega SOS Video туда упаковать, как-то не хочется. Можно и подешевле корпус найти. И третья приставочка, это очередной, я не знаю, перепак, очередная версия Dendy Mimbus. Сейчас он называется, опять же, Dendy Retro, там уже, как пишут, 1052 игры, в общем, вот так вот выглядит эта приставочка. Я не знаю, был у меня один Mimbus, причем не первая ревизия, которая может быть комом, а вторая. Остался я не особо им доволен за эти-то деньги, и, ну, в общем, как-то так. Вот, в общем, 4 приставочки на рынок вышли, а брать, насколько вы понимаете, и нечего. Вроде бы обзоры снимать нужно, но, ну, блин, мне интересно новоделы, но брать вот это все, то, что заведомо, ну, говно. Я вот и Константина предупреждал, когда он писал, что Костя, не бери-то вот эту вот Сегу, ну, хлам. Ну, благо он вернул ее, все нормально, деньги у человека остались целыми, спасибо, за то хотя бы нам пруф предоставил, что приставочка не особо хороша. Вот, поэтому сейчас я нашел какую-то такую недорогую Сегу на Авито, IT Games, это как вот такая вот Сега у меня стоит, да, только она на фарше, без карты памяти, с проводными джойстиками, с возможностью их подключения, с беспроводными джойстиками, с разъемом под картриджи. В комплекте есть мышка, как написано, должна быть еще в комплекте клавиатура, но данных никаких я не нашел. Обзоры на нее есть также без клавиатуры, что-то мне подсказывает, что клавиатуру через 9 пинов особо не подключить, поэтому ее и нету. В общем, она приедет, посмотрим на ее возможности, ну, интересно, IT Games, это как ноутбуки вот эти, да, магистр, как там был, киберзнайка, да, у меня вот такой вот. Ну, посмотрим, что она из себя представляет. Ну, и может быть, что-то по новоделам еще, если выйдет более интересное, мы это, конечно же, приобретем, рассмотрим, а так впереди пока будет ждать ролик про магистр из 90-х с флоппи-диском, перед этим я выкину тизер небольшой на этот ролик, поэтому ждем, так что надолго не прощаемся, встретимся в будущих роликах, до новых встреч, дуртай!